Так много говорилось пару месяцев назад о том, что против России вводится что-то небывалое, что хочется понять, насколько действительно серьезный урон нанесен экономике России. Это очень здорово, что мы сейчас говорим как раз с Германией, потому что самое основное и самое чудовищное, что происходит, это санкции против тех по разным оценкам от миллиона до трех людей, которые уехали из несвободной России, чтобы строить карьеру и не жить в опасном и несвободном обществе, и они не могут открыть счета, они не могут получить разрешение на работу, они не могут получить визы, потому что всех накрыло одной волной, и никак, кроме как русофобии, назвать это сложно. В Великобритании хотя бы чуть по-другому, и это не так заметно, а в Европе это заметно очень. Но самая основная, самая мерзкая, двуличная политическая акция, это то, что Европа продолжает платить за нефть и газ напрямую Путину в карман, Газпромбанк работает, газ поставляется и через Украину, и по Северному потоку один, и за газ, и нефть нет эмбарго, и нет отключения свифта, и все, что говорили, все чушь, абсолютная собачья чушь. В угоду левым избирателям отбирали яхты и корабли у некоторых людей, которые деньги, вопреки Путину, они благодаря ему заработали, как то, например, Олег Тиньков, который никакого отношения к Путину не имел, и его феноменальные корабли, и он попал под раздачу и там, и тут. И это абсолютно чудовищная политика двойных стандартов, которая может сыграть очень плохую службу, потому что соответствует тому, что говорит Путин, а Путин говорит, что вокруг нас одни враги, объединяясь вокруг своего лидера, то есть меня, и вас никто не любит, и вы люди второго сорта, только потому, что вы русские. И то, что Европа таким образом себя повела в отношении всего русского бизнеса и всех русских паспортов, это глупость просто планетарного масштаба. Евгений, не ожидал от вас услышать такую речь в защиту россиян, потому что вы ведь всегда были сторонником того, что нужны самые жесткие санкции против России. А свифт против банков и нефтяной и газовый эмбарго, а не человека, который продал розничную сеть и пытается в Европе открыть счет и пытается получить разрешение на работу или пытается получить визу, потому что он уехал из-за того, что ему там дышать невозможно. Не надо путать тех россиян, которые выбрали свободную экономику, свободный рынок и которые вырвались. И сейчас идет сверхактивная джентрификация Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля благодаря этому. А это все могла бы получить Европа. Самых активных, самых свободолюбимых и самых талантливых россиян. Евгений, я вот как раз продолжая тему, может быть, лицемерия, а может быть, наоборот, здравого смысла, здесь вы мне скажите. Санкции против Кабаевой, которые, как пишет Wall Street Journal, американцы просто побоялись вводить, потому что просто не могут представить, как отреагирует Путин. На ваш взгляд, нужны или нет? Безусловно, нужны. Против пропагандистов, против всего путинского ближнего окружения, против тех коммерсантов и бизнесменов, которые сделали деньги благодаря Путину, там Тимченко, Ротенберге, безусловно, нужны. Против основных его банков, да, они, конечно, нужны. Против генералитета, который дает приказы преступные. Против, там, можно посчитать весь ФСБ, как преступные террористические организации, ввести против них всех. И это будет абсолютно нормально. Но те, которые сейчас выезжают, 80%, это люди, которые просто выбирают свободную страну вместо страны, которая скатывается из автократии в тоталитаризм. Евгений, скажите, а как чувствует себя российская элита, осевшая в Лондоне? Та, которая зарабатывала во многом благодаря тому, что была близка к режиму или обслуживала режим? Те, у которых бизнесы были в России, в основном у кого-то и остались бизнесы в России. А здесь есть проблемы, и люди сидят с юристами. Те, которые уехали давно, плюс-минус ничего. Те, которые уехали давно и поменяли паспорт, вообще нормально. Ну, на ваш взгляд, насколько к тем, кто продолжает бизнес в России, насколько к ним изменилось отношение со стороны Британии? Ну, невозможно перевести деньги, невозможно открыть счета, закрываются счета, ограничиваются и так далее. Вы говорили об аресте яхт, вилл и так далее. Насколько, на ваш взгляд, это вообще правильный способ борьбы, даже и с приближенными к Путину людьми? Чем это отличается от экспроприации социалистами, например, чего-нибудь? Вот у меня точно такой же вопрос. Как отбор яхты Придмана или Абрамовича, или, не знаю, там, Тинькова способствует спасению людей, 60 дней обороняющихся в Мариупольском подвале? Вот введение и военная помощь, и наступательное вооружение Украине, да, оно поможет. А прекращение финансирования режима, прямое прекращение финансирования режима, да, оно поможет. А это просто социал-популизм в угоду неуверенных в себе и в будущем избирателей, просто паразитирующих на зависти людей из среднего и низшего среднего класса. Евгений, вы наверняка следили за историей Олега Тинькова, в общем, вы уже упоминали его. Ничего не напомнило? Очень напомнило меня, и я считаю, что чудовищно несправедливо поступила его родная страна по отношению к нему. Это абсолютно мерзотное разграбление. И абсолютно несправедливо поступила Великобритания к человеку, который создал деньги вопреки, а не благодаря режимам. Он создал четыре бизнеса. Скажем, его, наверное, ошибка была в том, что он верил в Россию, как когда-то верил я, там, Полонский или Максим Нагадков. Вот. Но то, что произошло с ним, это просто абсолютное преступление, грабеж и мародерство средь бела дня. Но вы видели, Евгений, наверное, как припоминали Олегу Тинькову его слова, что России нужен царь, что Путин прекрасный царь в этом смысле. Где здесь граница, за которой надо как-то человеку такое припоминать и наоборот? За это его надо отхлестать по щекам, а грабить нельзя. За это его можно плюнуть в лицо за такие слова, а отбирать собственность нельзя за такое. Ну, последний вопрос. Он делал деньги благодаря феноменальной банковской хай-течной схеме. Вот. И то, что он ляпнул, это по глупости, это не причина разграбления и уничтожения одного из самых современных российских банков. Евгений, та стоимость, которую получил Олег Тиньков за свой пакет акций, он называет это, конечно, копейками. На самом деле, на ваш взгляд, насколько этот актив действительно сегодня что-то стоит, учитывая, что происходит с российской экономикой? Не могу сказать. Не в материале мои слова могут как-то повлиять на сделку, я бы не хотел. Тогда последний вопрос. Понятно, что каких-то радужных перспектив там нет. Ну, те, кто покупают сейчас, они отдают Олегу Тинькову хоть что-то, таким образом, ну, да, спасая какие-то деньги? Или они получают какой-то продукт и получают его по выгодной для себя цене? Этого никто не знает. Мы же никто не знаем, насколько отморозится Путин. Если он использует оружие массового поражения, то все эти активы, включая актив Потанина, будет стоить ровно ноль. Спасибо большое. Евгений, скажите еще о антивоенном комитете, в который вы вошли или даже учредили в самом начале войны. Насколько вам кажется, он играет заметную роль сейчас? И если да, то что можно назвать его достижениями? Хотелось бы, чтобы играл заметнее. Наша сверхзадача как раз, чтобы вся Европа и весь мир идентифицировал нормальных русских, уехавших от режима, не связанных никак с государством и с ним. И чтобы у нас была возможность открывать счета, получать визы и разрешение на работу. Это наша сверхзадача. И 20-го числа в Вильнюсе у нас будет съезд. И мы постараемся Европу убедить, доверить нам идентификацию и верификацию уехавших от тоталитаризма людей. Спасибо большое. Это был Евгений Чеваркин. До свидания. Спасибо. Всего доброго.